Выбор был достаточно сложный, потому что мы между двух огней существовали. И вот эта традиция играть премьеру на фестивале, она, конечно, откладывала большое значение и ответственность на нас. И у нас был выбор между итальянской пьесой, между Гальдони, Венецианские Близнецы и Барышни-Крестьянкой. И вот весы, в конце концов, склонились в сторону Пушкина. Несмотря на то, что Пушкин у нас, мы открывали сезон капитанской дочкой. Ну и вот теперь как бы вот почти что закрываем Барышни-Крестьянкой, отдавая долг Александру Сергеевичу 225 лет. Вот выбор был вот такой вот, достаточно нелёгкий. Пушкин очень лёгкий автор, поэтому сложности особой не было. Соединяла я сценарий кинофильма, текст Пушкина, другие какие-то его работы прозаические, всё вместе. Очень озорной, светлый, праздничный, с ним работать на удовольствие. Русский солдат, он всегда побеждал за счёт своего духоподъёмности, за счёт своего оптимизма. А Василий Тёркин, это как раз тот образ обобщённый русского солдата, который своими шутками, задором, прибаутками, оптимизмом поднимал дух бойцов. Русский народ, он победитель, он всегда будет побеждать. Хотелось показать именно жизнь солдата, как они переживали, какие трудности они терпели, ради чего они, что помогало им выжить в трудные минуты. Почему у меня есть в спектакле девочки? Потому что, да, в произведении Твардовского там, в принципе, женщин нет, там мужчины. Но как же без женщин, как же без любви? Поэтому, естественно, ради жизни, а жизнь – это любовь, и всё у нас ради любви. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы просто должны прийти и зажечь этот огонь, и держать. И ваши монологи все должны вот абсолютно быть, как, ну, я знаю, отстранёнными. У кого-то это удаётся очень хорошо, у вас это очень неплохо получилось. Песни, действительно, когда начинают петь, понимаете, когда вы поёте на другом языке, это тоже, и сразу становится понятно, и сразу становится, что мы одна страна. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова